Те, кто интересовался деятельностью Навального, хорошо, он предлагает опустить нашу сейчас действующую верхушку, сказать, нет, и так далее. Какие коммунитные действия предлагают? Собраться на митинг? Сказать, какой он гад? Он просто хочет ответов получить. Он снял видео на Медведева, и он хочет получить ответов от власти. И что? От него. Власть молчит? Да. Нет, подождите. Вы снимаете видео про Керу Петровну, пишете там, что она там какая-то зякая, она там не следит за тем, у нее бегают по школе тараканы, и все, собираетесь и требуете ответа. Как вы думаете, я пойду с вами разговаривать? Я пойду с вами разговаривать? Нет. И он не пойдет. Это смешно. Программа политическая, это конкретные действия для укрепления экономики, разработки каких-то планов. То, что он делает, это чистой воды провокация, понимаете? Вы еще не понимаете этого. У нас сейчас очень неустойчивое экономическое положение, скажем прямо, экономическая яма. На основании чего? Вы изучали, да, общество знаний и так далее. Вы знаете, что у нас сейчас экономическая блокада, по сути, в стране, правильно? Ну, я хочу услышать ваше знание. Что сейчас происходит? Кризис чем вызванный? То есть, самая проблема. Это результаты, источники чем? Да, чем вызваны? Санкции, знаете, что это? Санкции, Европейский Союз, все это блокады. Так, кем? Еще раз, Европейский Союз, правильно? То есть, у нас сейчас очень устойчивая и очень крепкая политика у нашего лидера. У него очень высокий рейтинг на мировой ариле. Как? За счет чего? За счет внешней политики. Внутренняя политика, понятно. Слабовато. Слабовато, почему? А потому что денег нет. И мы сейчас это чувствуем, прежде всего... А какая внешняя политика у нас проводится? Против нас Америка, против нас Европа. А в результате чего, скажи? Из-за чего? Из-за Крыма, что мы отобрали его, типа. А ты считаешь, что это плохо? А мы не отобрали его. Ну, мы, типа, в кризис вошли? Мы же убирали в Крыму, мы же убирали в Крыму, не ослили. Там, ну, 85 месяцев, тебе страшно. Да, ну, я, ну, он от меня сегодня... А ну, хорошо, расскажи мне, что с твоей точки зрения произошло. Даже хочется узнать. Ну-ка, расскажи мне, может, я в какую-то сторону... Не знаю, чего ты не слышал. Ну, почему против нас санкции ввели? Ты только что ответил на этот вопрос. За проявление силы. Потому что проявили силы. Знаешь, почему? А из-за чего вообще военная началась в Крыму? Не в Крыму, а в Украине. Из-за чего? Знаешь? Ну, из-за революции, типа... Из-за чего? Смены власти. А, мальчик, ты-то не читаешь ничего и не знаешь. У тебя очень поверхностные знания. Такая выросла. Из-за чего произошла вообще? Почему Америка туда влезла? Так она открыто не влезала. Где? В Украине. Где? В Крыму. В Крыму! А Крым взял и отошел куда? И что, и как они туда? И как Америка их там отнесла? Ну, как бы, там вы видели войска американские в Украине? А русские войска ты видел в Украине? Да. Ну, что? Видео ходят, не представляете. Видео это постановка прежде всего. И не надо верить. Я тоже, я... Я всего... Прям не верну об этом все равно. Да почему? Я типа много информации слышал, что вот... Ребята. Друзья там каких-то... Я понимаю, что вы очень однобоко смотрите на эту проблему. И широты вот этого политического Круазова у вас нет. Очень узкая проблема. Вы увидели Навального, посмотрели его видео. Все. Вы так считаете. Собственного мнения у вас на этот счет нет. Только то, что вам, наверное, иногда вы пользуетесь непроверенными и даже, можно сказать, провокационными источниками. Если наше мнение совпадает с его мнением... А у вас есть мнение? Нет. Вы только что. Я вас наталкиваю на то, чтобы вы смотрели не только на эти... Если говорят о том, что да, вот здесь вот плохо, посмотрите другие источники. Почему вы только одному источнику видите? Так мы не один источник смотрим. Ну вы, видимо, смотрите... Так наше телевидение показывает только то, что выгодны государства. Не будут в Америке слушать. Нам не будут показывать... То есть, ребята, я поняла, мы как-то неправильно у вас воспитали гражданскую позицию. И с точки зрения гражданственности у вас большой минус. То есть патриота в вашем классе нет. А что значит быть патриотом? А я говорила... Кто власть поддерживает? Никита, ты хочешь патриотов? Я извиняюсь. Возьми, пожалуйста, организуй группу и сделай субботник в своей улице. Ребят, поднимите руку, сколько из вас в волонтерском движении состоит? Вот вам гражданство. А для чего волонтерство создавалось? Вот ваша гражданская позиция. А не надо смотреть на боку, на Путина, на Медведева. Посмотрите на нашу району. Волонтерство, что организованное Единой России, так? Поддерживается. Да. Ну, мы против Единой России. Понимаете? Кто против Единой России? Поднимите руку, пожалуйста. Саня. Еще? Саня. Ну-ка, ну. А на что вы, хорошо? Мы против Единой России. Ну, против. А на что? Почему? А мы его против, а его правила, а справедливость? Ну, чего у нас нет? Справедливость? Это то, что власть заботится о людях, а не только о союзе. Какая власть? Которая заботится о людях, о обычных гражданах, а не о своих миллионах. Многие же люди хотят жить в свободном государстве, в свободной стране. И все. То есть, вы считаете, что с приходом Путина и Медведева жизнь в стране лучше? Нет, они просто засиделись. Они засиделись там. А ты жил в какой-то другой эпоху. Я, наверное, что-то упустила. При ком тебе хорошо жилось? Мне. Да. Но при Путине и Медведеве плохо сказал, что в самом лучшее. Мы изучали историю. Естественно. Ну? Что ну? Я не спрашиваю конкретно тебе. При каком правителе тебе хорошо жилось? Что ну? У нас один правитель был. Он застал. Он застал. Он сказал, что стало хуже. В чем стало хуже? А вы в 90-е годы не жили, когда у каждого человека были, простите меня, холодное оружие, огнестрельное оружие. И беспредел по стране был. А я в это время в институте училась. Что после восьми вечера страшно было на улицу выйти. Вы этого не видели. Вы не видели еще беспорядок. Вы хотите опять такое, да? И до выхода вам приводить. Ну сейчас вот посадили за ни за что человека. Забрали в милицию. Это гражданская война. Это беспредел. Правильно. Беспредел. Потому что в первую очередь, к чему идет любой митинг и любой распол власти? К чему он идет? К политическому кризису, а дальше и в гражданство. А дальше в гражданство. А брата убийства. Вы хотите как в Украине? Вы хотите как в 18-м году у нас было? Мы не хотим такую власть. Нет, ну хотим. Ребят, это будет в 18-м. Реально, вы можете это сделать сейчас? Да. Каким образом? Ну просто собраться. И что? Ну толпа будет. Конкретно толпа будет. Да, вот. И что? И что дальше? Так люди хотя бы увидят. Кого? Увидят, что граждане против. У вас есть на кого посмотреть? Мы еще граждане? Это горстка людей, которыми будут руководить взрослые люди, которым терять, как сказать, нечего. Ребята, мы попытались во всяком случае в чем-то вас увидеть, предостеречь. То, что сейчас начинается, называется парамика, и она никому не нужна. Вам сейчас нужно все равно, я вам советую. Я не настаиваю, но я советую. Прислушайте, потому что мы сказали, сделать определенные выводы. И я думаю прежде всего о вашем будущем. И мне, и я ругалась с этими представительными властями, я пыталась хоть как-то Максима защитить. То есть я говорила, что это просто, ну, юношеская выходка, никому не нужная. Поверьте мне, ему сейчас не сладко. Очень не сладко. Я не хочу, чтобы ни один из вас не попал в подобную ситуацию. А дальше думайте сами. И хуже ему не сделано. Все, что вы говорите здесь за партой, это просто сейчас пустые слова. Я, а избиваю... Поступите, еще раз повторяю, станьте людьми и добивайтесь. Это будет правильно. А сейчас... Детские выступления. Извините. Пошли с ним сказать. Все. Ребята, я еще раз прошу. Все, 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 подумайте. Подумайте. И так, ребят. С чего начнем? С оценкой 3.